18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа. Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. В темпе вальса. Анапские студенты перенеслись в эпоху романтизма на уже ставшем традиционном студенческом балу. Вам огромное спасибо за то, что у нас есть такие звездочки. Это будущее нашего города. Большие достижения маленьких звездочек. Самых талантливых и одаренных детей наградили премии главы. Пятикратная победа. Анапченко привезла сразу пять золотых медалей с краевых соревнований по УШУ. К началу сезона будет порядка десяти единиц техники, которая непосредственно будет заниматься очисткой именно пляжных территорий. Как изменится «Анапа» к началу курортного сезона? Наша новая рубрика «Тема недели» – гость студия, заместитель главы города Эдуард Балмышев. Юрий Поляков сегодня побывал в Варваровке по обращению одной из жительниц села. На личном приеме главы «Анапы» Лариса Ивановна Беднякова попросила сделать путь к ее дому доступным. Юрий Поляков пообещал приехать и на месте оценить масштаб проблемы. На личный прием главы «Анапы» Людмила Ивановна Беднякова приехала 22 января. Она рассказала, что после ремонта автомобильной дороги перед ее домом появился откос. В обход ходить далеко. В чем проблема? То, что вот этот скос напротив ворота, вот здесь два метра примерно высота у меня. Сейчас они мне вообще отсыпали щебнем перед Новым годом. А то была вот такая вот история. Я хочу, чтобы от столба вниз поставили укрепляющую стену и там чем-то надо засыпать, чтобы вот эта мура не сыпалась. Пройдет хороший ливень, эта мура будет вся на дороге. Ну давайте посмотрим. Надо будет выехать туда посмотреть. Как хорошо, если бы вы приехали. Дорогу на улицах Кавказской и Десантной, можно сказать, заново построили. Проезжую часть расширили до 6 метров. Забетонировали, вдоль улицы Кавказской сделали тротуар. Проекты работы оплатил инвестор, акционерное общество «Скалистый берег». Что вы хотите, как нужно сделать? Почему? Потому что я хочу поблагодарить подрядчиков за ту дорогу, которую они сделали вообще в Варваровке. Очень хорошая дорога, ничего не могу сказать. Вы скажите, что вы хотите сделать? Я для себя понимаю так. Если вы отсюда не заезжаете во двор, у вас вот есть дорога, где вы можете вот так заехать. То есть это нормально. Если вы говорите, я хочу ступенечки вам сделать, значит надо лестницу сделать, здесь поставить с перилами лестницу. Подрядчик готов выполнить эти работы и приступить к ним, как только позволит погода. Главе сельского округа Сергею Миляеву Юрий Поляков поручил восстановить уличное освещение, которое прерывается как раз над домом заявительницы. Да грянет бал. Глава города стал почетным гостем на зимнем молодежном балу, посвященном Дню российского студенчества. Пары кружились в вальсе, со сцены звучали стихи. Участники признавались, что были в восторге от царившей атмосферы. Полонез, вальс, чопорный и романтический, 19 век. Девушки воздушные и грациозны, молодые люди подтянуты и собраны. В зале более 50 пар, студенты вузов и колледжей, а также старшеклассники. Кадету Владу Шумейко пригодились навыки, полученные на занятиях строевой подготовкой. Она помогает держать осанку, она помогает держать ритм, темп, координацию движений также развивает хорошо. Гарик Диланян учится в седьмой школе. До первой репетиции молодые люди даже не были знакомы. По их словам, самое сложное было освоить движение и перестроение. У нас было около шести репетиции. Репетиции проводились очень весело, очень всегда было дружно, нам всегда все нравилось, все было прекрасно. Но мы одолели все это, все прошло, как видите, все шикарно. И мы просто счастливы, что мы здесь оказались. Влад и Гарик готовы повторить сегодняшний опыт. Зимний балл становится традиционным, уже в третий раз его организует городское управление по делам молодежи. Я считаю, что наша молодежь должна как можно больше узнавать танцев классических, потому что это определенная культура, культура поведения, культура общения. Уклад меняется, но классика на то и классика, что она была, есть и будет. Оперная музыка, чтение стихов, все фиксируется с помощью гаджетов. Луиза Архипова тут же выкладывает видео на свою страницу в социальной сети. Платье, как говорит она сама, ей любезно одолжила подруга. На подобном мероприятии девушка впервые. Очень нравится. Это волшебное ощущение, даже не передать словами. Как сказка, наверное. Можно со сказкой сравнить. Все красивые одежды, танцы, музыка. Мне безумно нравится. Балл проходит в Татьянин день. Всероссийский студенческий праздник. Директор Анапского филиала МПГУ Елена Некрасова в почетной ложе гостей наблюдала за своими студентами. Конечно, они были великолепны, девушки грациозны. Юноши были очень торжественны. Красивые платья, прекрасная атмосфера. Уговаривали недолго. У нас прям был конкурс, кто будет принимать участие. В наше время таких баллов не было, о чем мы очень сожалеем. Я думаю, что эту традицию надо продолжать. В городе-курорте более 35 тысяч молодых жителей, из них 5 тысяч студенты. Желаю вам всем получить образование. И это образование использовать здесь, в этом городе, на этом курорте. Не надо стремиться в мегаполис. У нас Анапа – это лучший город. Лучший город в нашей стране. Вы здесь родились, вы здесь учитесь, вы должны его любить. В этом главу поддержал председатель Совета муниципалитета Леонид Кочетов. Они вручили благодарственные письма тем, кто уже сегодня принимает самое активное участие в жизни города-курорта. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. А сегодня свою минуту славы получили и школьники. Музыканты, вокалисты, художники, актеры, победители интеллектуальных конкурсов и школьных олимпиад. Глава города вручал премии одаренным детям, которые достойно представляют город-курорт не только на краевых и общероссийских, но и на международных соревнованиях. Впервые на одной сцене с ними те, кто когда-то делал свои первые шаги в творческой деятельности и получил в Анапе путевку в жизнь. На сцене 85 юных анапчан. В зале их родители, педагоги, тренеры. Многие лауреаты премии главы города делают свои первые шаги в творчестве, спорте, науке. Но все они уже призеры конкурсов краевых, окружных, всероссийских, международных. Хотелось бы поблагодарить тех, кто создал эти звездочки. Это, в первую очередь, родители, это тренеры, это педагоги. Вам огромное спасибо за то, что у нас есть такие звездочки. Это будущее, будущее нашего города, те, которые здесь будут жить. Петр Акопян занимается в 4-й спортивной школе. В минувшем году стал чемпионом юга по самбо. Может, просто характера хватило как-то стоять. Я не знаю, дыхалки мало оставалось. Я уже как-то вылез. Время закончилось, я 2-1 выиграл. Среди награжденных – музыканты, художники, участники хореографических и вокальных коллективов, известных даже за рубежом. Помнишь, когда я перед отправкой накупила конфет, взяла свои любимые души, положила все в вашу фотографию? Растет мастерство юных актеров. Софья Чернякова занимается в театральной студии «Индиго», участвует в 4-х спектаклях. Многократный победитель конкурсов чтецов. Честно, я не ожидала. Долго к этому, конечно, были мысли, то, что хочется сюда выйти, но так вот не ожидала. Я очень рада. Вот эмоции переполняют. Софья планирует поступать в театральный вуз. Есть те, кто уже продолжает образование в ведущих творческих мастерских страны. Когда-то Изабелла Андринасян впервые вышла на эту сцену. Сейчас учится в Санкт-Петербурге, в музыкальном училище. По ее словам, благодаря заложенному фундаменту, чувствует себя достаточно уверенно, старается хотя бы раз в год выступать в альмаматор. Здесь такая сцена, она такая большая на самом деле, как оказалось. Уже со временем привыкаешь к ней, а потом приезжаешь и видишь, на какой сцене ты стоял. Очень скучаю. Номер связан с предстоящим первенством по футболу. В городе-курорте строятся два тренировочных поля, которые потом поступят в распоряжение муниципальных спортивных школ, а значит, юных талантов будет еще больше. В муниципалитете проходят отчеты глав сельских округов за 2017 год. Перед началом каждого местных жителей принимают в консультационно-разъяснительных центрах, где каждый селянин может получить консультацию по любому вопросу от начальника или специалиста профильного управления. В фойе Дома культуры Станица Благовещенская развернулся мобильный консультационный центр. Специалисты городской администрации и предприятий ЖКХ принимают местных жителей по любым вопросам. И такие приемы граждан пройдут во всех сельских округах. В зал сюда приглашены все службы. Здесь работает 19 служб, 19 руководителей. Каждый местный житель может подойти к любому руководителю, задать интересующие его вопросы. Самыми востребованными являются управление жилищно-коммунального хозяйства, управление здравоохранения, районные электрические сети, водоканал. Ирина Колтунова обращается к начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Армену Григоряну. Управляющая компания, которая отвечает за состояние дома и благоустройства, не реагирует на жалобы и заявления жильцов. Теперь этой проблемой займутся в городской администрации. Эти выездные мероприятия, о которых вы сегодня говорите, на которых мы сегодня присутствуем, их даже надо делать почаще, чтобы слышать нужды людей. Почему? Потому что люди нуждаются в поддержке, в помощи. Может быть, это не столько жалоба, многие люди пишут письма, а сколько помощь, просят люди помощь. Лидия Гражданкина просит содействия в возобновлении работы спортивной секции по карате, в которую ходил ее внук. Станичный кружок закрыли, а ездить на занятия в город нет возможности. Этот вопрос на карандаш берет начальник управления по физической культуре и спорту. Зал у них небольшой, он нестандартный. И в этом времени, в графике, естественно, нужно будет найти время. То есть с директором школы надо будет обсуждать данную ситуацию. То есть я говорю, сейчас это однозначно нельзя ответить, можем мы это сделать или нет. Надо проработать сперва, потом уже мы можем вынести, так сказать, вердикт о том, насколько это возможно, возобновить занятия карате именно на базе образовательной восьмой школы. За час специалисты администрации и ресурсоснабжающих организаций приняли свыше 60 человек. Практика таких выездных встреч продолжится. Следующий прием граждан пройдет в Джигинском сельском округе. Руслан Душевский, Анапа-регион. В пенсионном фонде напоминают бухгалтерам и руководителям предприятий, что близится срок сдачи отчетности о стаже работников по новой форме. Необходимые информации, а также программы-калькуляторы есть на сайте организации. Пенсионный фонд приступил к приему сведений по новой форме отчетности. Работодателям необходимо не позднее 1 марта предоставить в пенсионный фонд сведения о стаже застрахованных лиц за 2017 год. Обращаем внимание, что за непредставление в установленный срок данных сведений по форме СЗВ стаж предусмотрены штрафные санкции в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо. Кроме того, предусмотрена и установлена административная ответственность должностных лиц за нарушение законодательства об индивидуальном персифицированном учете. По вопросам подготовки и представления отчетности можно обращаться в управление пенсионного фонда по месту регистрации работодателей. Возле спортивной школы «Виктория» приведут в порядок газон, на который регулярно заезжают автомобили. Рядом есть парковка, но платная. Глава НАПы поручил найти решение для родителей юных спортсменов. Сохранение зеленых зон курорта – одна из главных задач, которые ставит глава НАПы Юрий Поляков. Для того, чтобы машины не заезжали на газон, было принято решение установить здесь ограждение. Это пробный вариант. Изготовили сейчас 24 метра. Попробовали, как она будет стоять. Дальше продолжаем работы по изготовлению ограждения. И как только все ограждение будет готово, будет установлено в пределах 200 метров по всей улице. Для того, чтобы сохранить зеленую зону. Юрий Поляков также поручил найти решение проблемы с парковкой. Сейчас ведутся переговоры с владельцем этой платной стоянки, чтобы с родителей воспитанников спортивной школы плату не взимали. После установки ограждения территорию благоустроят. Первые шаги уже сделаны. Неподалеку возле питьевого бювета появилась новая пешеходная дорожка. Тротуар около 60 метров в длину и чуть больше метров в ширину имеет пологие скаты для удобства маломобильных граждан. С учетом формирования доступной среды реконструируют и прилегающую территорию здания бывшего военкомата. Здесь ремонтные работы уже на финишной прямой. Плитка 200 квадратов, около 200 квадратов сделано. Сделано крыльцо с пандусом. Доступная среда. Переделано полностью, она была маленькая. Мы сделали его больше. Соответственно, сейчас занимаемся задним двором. Также здесь установили беседку для удобства посетителей. После реконструкции в этом здании располагаются ряд муниципальных управлений. Продолжаются ремонтные работы и на пешеходной зоне улицы Гоголя. Сейчас рабочие ремстрои укладывают плитку на участки между улицами Краснодарская и Гребенская. Общая площадь составит порядка 600 квадратных метров. Данные работы планируется завершить до середины февраля. В этом году Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. В Центральной библиотеке читали его стихи и хором исполняли песни. «Если парень в горах, не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и снег, а ступил слив крик». Читальный зал библиотеки был переполнен анапчанами и гостями курорта. Кто-то вспоминал, как бывал на его концертах. Организаторы считают, что, пожалуй, лучше всего о юбиляре сказал поэт Роберт Рождественский. По его словам, Высоцкий был не просто актером, поэтом, певцом и личностью, а целым явлением. Причем данный факт в доказательствах не нуждается. «Для нас очень ценно и высоко мы ценим имя Высоцкого, его творчество, его вклад в российской литературе». Харизма певца настолько уникальная, настолько пронизывает нашу жизнь, что нас объединяет любовь и благодарность великому поэту, замечательному барду, человеку с большой буквы. Сразу пять золотых медалей привезла анапчанка с чемпионата Краснодарского края по ушу. Спортсменку подготовил ее отец. Он профессиональный тренер и основатель Федерации ушу в Анапе. Наши корреспонденты побывали на тренировке и прониклись в философии восточных единоборств. Секция ушу работает на базе пятой спортивной школы. На данный момент в ней занимаются более 50 человек. Главная цель в обучении – путь самопознания и духовного развития. Тренер Александр Войнов увлекся этим искусством почти 40 лет назад. В Анапе развивают восточные единоборства с 2012 года. Среди его воспитанников – как люди преклонного возраста, так и малыши-дошкольники. Возраст у нас начало занятий с четырех лет. У нас есть группа четырех лет, которая занимается на Ленина 169. Это в Эврике. Есть также школа в Просторном, которая занимается саньда. Саньда – это вид спорта, который применяет удары уже в парах, в спарринге, борьба там происходит. Поэтому возраст в пасаньда с 10 лет, а в Таулу с 7 лет уже начинаются группы НП, НП-1 и так далее. А до 7 лет у нас группы СО, то есть спортивное оздоровление. Самая большая гордость тренера – это его ученики. Среди них и его 14-летняя дочь Ева. Ушу занимается с трехлетнего возраста. Совсем недавно спортсменка вернулась с чемпионата Краснодарского края, где завоевала целых пять первых мест в разных номинациях, при этом став абсолютным лидером в крае. В дальнейшем я хочу выйти на чемпионат мира, как Дарья Тарасова, стать тренером, так же, как мой папа и мама. Я занимаюсь спортом и музыкой, я играю на пианино, также люблю петь и в дальнейшем я думаю поступить в актерское. Сейчас Ева под руководством опытного наставника проходит курс усиленных тренировок. Отрабатывает технику работы с мячами и шестом, делает ставку на гимнастическую подготовку. Занятия длятся по несколько часов в день. Впереди ответственное испытание. Ева будет защищать честь Анапы на чемпионате Южного федерального округа, который пройдет 3 февраля в Лазаревском. Руслан Душевский, Анапа-регион. Подготовка к курортному сезону. С этого разговора мы начинаем нашу новую рубрику «Тема недели». Гость нашей студии – заместитель главы города, курирующий вопросы торговли, потребительского рынка, санаторно-курортного комплекса и туризма, а также сельского хозяйства Эдуард Балмашев. Эдуард Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Уже сегодня идет активная работа по подготовке к курортному сезону. Какие основные задачи необходимо решить и на что обратить внимание в первую очередь? В первую очередь это однозначно упорядочение всей нашей торговли на пляжных территориях. Мы сейчас пересмотрели схему размещения всех наших объектов, которые будут предоставлять и услуги, и торговую деятельность осуществлять на пляжных территориях. Схема размещения у нас обновлена. У нас на пляжной территории сегодня будут в рамках постановления ЗСК-1289 размещены только объекты и услуги – это лежики, зонтики. Для потребителей будет представлено мороженое, напитки. Что касается других изменений, это тоже будет составлен новый реестр обновленной пляжных территорий, в который войдут пляжи всех наших здравниц, всех наших отелей, и в том числе муниципальные пляжные территории. Наверное, один из главных вопросов – организация работы пляжей. К нам в редакцию приходит много вопросов по этому поводу. К примеру, такие, как будут ли работать душевые кабинки, как будет организована безопасность на пляжах, то есть видеонаблюдение, патрулирование пляжей, работа спасателей. Что касается дополнительных рейдов по охране, по безопасности, у нас в рамках «Безопасный город» дополнительное видеонаблюдение однозначно будет расставлено на пляжных территориях, плюс дружины наши казачьи будут совместно с полицией патрулировать регулярно, будут проходить мероприятия как днем, так и ночью в круглосуточном режиме, как, в принципе, и в прошлые годы это будет, но, возможно, это будет в усиленном режиме, в связи с нашей сегодняшней обстановкой, которая бывает у нас иногда, происходят разные мероприятия, поэтому в курортный сезон мы увеличим количество патрулей и количество наших, скажем так, служащих, которые занимаются этим направлением. Что касается душевых, кабин для переодевания, мы рассматриваем вопрос тоже на муниципальных пляжах, на наших восьми муниципальных пляжах, рассматриваем увеличение, чтобы количество отдыхающих у нас увеличивается с каждым годом, поэтому, естественно, мы и за этим вопросом сейчас, как говорится, занимаемся плотно. И, конечно, не могу не спросить о наведении чистоты на береговой линии. Как порядок наводить будете? Значит, ну, сегодня уже одна единица техники к нам пришла, это трактор, который будет заниматься чисткой вот комки, и две единицы мы еще планируем до конца февраля приобрести, мы пока планируем для того, чтобы увеличить. И у нас где-то к началу сезона будет порядка десяти единиц техники, которая непосредственно будет заниматься очисткой именно пляжных территорий. Поэтому надеюсь и верю в то, что мы справимся. Курортный сезон – это миллионы туристов, и как следствие в Анапу стекается контрафактная продукция, пляжи застраиваются ролетами и кафе. Какие планируются действия для решения этой проблемы? Ну, в первую очередь, на сегодняшний день на территорию города Курорта-Анапа внесены изменения в постановление по размещению схемы размещения объектов торговли, нестационарных всех. Значит, у нас в том году, если было 400 объектов, то в этом году мы сократили все эти объекты до 260. В связи с чем? Потому что в том году, если у нас на торги вышло из 400 всего лишь разыграли 170, естественно, зачем нам те объекты, которые у нас не прошли торги? Мы приняли решение, чтобы их убрать из нашей схемы размещения. На пляжных территориях также у нас было размещено 100 объектов, прохладительные напитки, мороженое. Мы сегодня также занимались этим вопросом, и по результатам торгов того года у нас всего было разыграно 27 объектов. То есть было принято решение уменьшить то же количество объектов. В этом году у нас будет порядка 35 таких объектов размещаться на пляжных территориях. Что касается контрафактной продукции, буквально на днях мы провели заседание нашей комиссии по контрафакту на территории муниципального образования города Курорта-Анапа, которое 7 ноября принято постановление главой администрации. В рамках работы комиссии края контрафактной у нас своя комиссия на территории города Курорта. В рамках работы комиссии у нас запланировано много мероприятий. Но в первую очередь это естественно в Курорт у нас много алкогольной продукции, незаконной, контрафактной. Естественно это будет в первую очередь, это в приоритете будет. В преддверии чемпионата мира по футболу будет отдельно создана рабочая группа, которая будет заниматься именно контрафактной продукцией, нашими всеми вот этими промышленными товарами, которая будет непосредственно выявлять эти факты, будет отправлять на экспертизу и совместно с полицией будет составляться материалы, которые потом будут рассматриваться на административных комиссиях. Предваряет начало сезона ежегодная ярмарка путевок, она по самое яркое солнце России. Что нам ждать в этом году, какие нововведения, какие может быть сюрпризы для гостей, если сейчас об этом можно говорить? Ну по поводу нововведений скажу одно, что уже сегодня мне данные только предоставляли, на сегодняшний день уже порядка на 15% увеличение идет в наших предприятиях, которые захотели принять участие в данной выставке. Ну и еще самое у нас новое, это будет представлена презентация нашего брендбука, брендбука Анапа, потому что он уже разработан, но единственное сейчас заканчивается его презентация, и мы хотим его прямо на этой выставке презентовать. Спасибо вам, желаем вам дальнейших успехов и всего доброго. Спасибо вам, до свидания. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь, до встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова